Всем доброго времени, я всех рада видеть. Сейчас мы сделаем такой расклад на кофе. Сплетни за вас, что кто говорит, кто что за вас рассказывает. Да, напоминаю, что это такой расклад на кофейной гуще, который все-таки будет общим. Поэтому за более личной консультацией вы можете обращаться ко мне на WhatsApp. Итак, давайте смотреть. Я вижу такую картину, что здесь люди говорят, что вы поднялись ввысь, и многих забыли. То есть здесь идёт такая информация, что люди, которые не могут достичь того, чего достигли вы, говорят за вас гадости и за зависти. Идут сплетни. Сейчас я возьму такую спичечку. Подстелила, чтобы не вымазать. То есть тут у нас есть человек с карьерным ростом, который поднимается, поднимается ввысь. А есть люди, которые остаются на дне, и это ваши знакомые, коллеги, родственники. Они говорят о том, что хотят, чтобы вы ничего не могли. Хотят на вас, крадники, порчи на деньги сделать, чтобы вы вообще без денег были. Как-то вас хотят затормозить. Здесь планы у врагов есть. Вас уничтожить. Сделать так, чтобы вы ничего не имели. Чтобы вы ничего не могли. Остановить вашу работу. То есть тут хотят остановить вашу работу. Мы видим такую змейку, которая ползёт, ползёт, ползёт и как-то что-то про вас выискивает. То есть тут говорят о том, что вы спрятали какую-то информацию и не даёте к ней подойти. У нас очень много дорог. Кстати, тут на кофе дороги, 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 которые вы проходите сами. Я хочу сказать, что люди многие и восхищаются вами, потому что есть дороги, которые вы идёте. И вы идёте по ним сами. Они разные, равнины, кривые, прямые. Но вы сами их проходите. Эти дороги вы проходите сами. Вы каждый раз разная. За вас говорят, что вы каждый раз разная. То есть вы каждый раз другая. Вас не понять. И в принципе, да, люди, которые говорят за вас, ваши дороги с ними, они расходятся. То есть вы не такая, в принципе, да, как все. И люди видят это и говорят за вас. То есть и многих это прям бесит. То есть вы многим оставили прям чёрное пятно на ихних душах, на ихних сердцах. Кто-то пытается гадить, загаживать вашу репутацию, пытаться очернить. Ещё раз. Ага, чётко увидела. Крест. Кто-то хочет поставить и крест на вас. То есть, да, здесь будут враги действовать, использовать чёрную магию. То есть они хотят как-то вами манипулировать. Но манипуляция не происходит. И тут они вообще хотят вас убрать. Сильная зависть к деньгам. Потому что вы их затмеваете. Вы затмеваете их. Когда вы куда-то приходите, они видят, что вот вы лучше, вы круче. И начинают. У них ни дня не проходит, чтобы не говорить, не врать, не брехать на вас. То есть тут несёте тяжёлый крест. Я вижу по кофе, что вы несёте тяжёлый крест. Тут, кстати, могут верующие люди меня смотреть. Очень много верующих людей, у которых намолены иконы. Вы дома. Ну вот прям крест. И тяжёлая судьба. А кто-то хочет поставить крест на вас. Вот так. Тут, конечно, может кто-то ещё отказался от религии. Религию поменял. Я никого не осуждаю, не сужу. Но да, такое может иметь место быть в данном раскладе на кофе. Здесь кто-то за вас что-то доносит. Как будто бы враги доносят что-то за вас. Другим людям, которые плохо относятся к вам. И вы знаете, так они друг друга поддерживают. Так они пытаются друг друга поддержать. Потому что вы одна с ними воюете. А их много. Здесь могут обсуждать вашу интимную жизнь. Она их интересует всё-таки. Комом в горле стоит она, да. Очень много людей обсуждают почему-то вашу одежду. Дизайн ваших одежд. Я не знаю почему. Может, вы занимаетесь, допустим, имя. Многие хотели бы жить как вы, но не получается. Но я скажу одно, что здесь враги будут использовать тёмную чёрную магию на вас. Это сто процентов. Вы видите, у нас тут осталось, да, на ручке холмики кофейной гуще. То есть это говорит о том, что вы слишком много несёте за собой. Очень много за собой несёте. Вам нужно вот мысли все, которые вы нехорошие несёте, просто скидывать. Потому что они прям обидой. Камни. Ну, смотрите, камни у вас. Уже обида превратилась в камни. Я вижу сердце. Вы ещё любите мужчину, который ушёл и его, кстати, растоптал. Тут могут обсуждать ваше разбитое сердце. То есть у вас в этом сердце ещё мужчина есть. Обсуждают мужчину, который ушёл от вас. Тут ещё могут обсуждать, знаете как. Здесь ещё могут обсуждать и мужчину, который в вашем сердце. А может обсуждать вас и сам мужчина, который находится в вашем сердце. То есть тот мужчина, который вас бросил, он вас ещё и обсуждает. Но вот так вы ему не даёте какого-то спокойствия. То есть, скорее всего, может мучить и совесть. Тут такая картина интересная. Я сейчас даже сфоткаю, минуточку, да. Прям даже. Сейчас. Кое-какие фотки на стену. И пойдём дальше. Так, пошли дальше. Чётко вот я увидела женщину, которая плачет. Вот женщина, которая плачет. Женщина, которая осталась одна. То есть я вижу, что здесь, скорее всего, вас обсуждает тот мужчина, который в вашем сердце. И я вижу, что он ещё остался. Тут могут обсуждать ваше одиночество, потому что действительно одиночество у вас есть. То есть одиночество присутствует. И его очень много. Вы очень большую ношу несёте именно из прошлого. Возможно, женщина, которая была два раза в браке или два раза вдова. Тут такое тоже может быть. Два раза в браке, два раза вдова. Здесь такое может быть. Здесь могут обсуждать ваших детей. И, скорее всего, если вы воспитываете детей сами, то может где-то восхищаться или как-то оказать помощь. Но тут ещё много выкидышей было. Смотрите, у вас, кстати, очень много крестов, я вижу. То есть я хочу сказать, что вы за многих несёте ответ, но никто не несёт ответ за вас. То есть нужно быть бдительной, потому что здесь люди, которым вы помогаете, они обсуждают вас именно за спиной потом и вашу же помощь тоже. То есть нужно как-то их обходить стороной. Здесь сплетни о вас такие, что в большей степени обсуждают работу и, знаете, почему-то пытаются выставить ваш шутом. Я хочу так сказать, что сегодня густо, а завтра пусто. Что это значит? Враги будут делать на вас чёрную магию. Они уже обсуждают, как сделать. Они хотят, чтобы весь достаток, который был у вас и есть у вас, они переманили его себе. Вот стоит мужчина, ваш враг мужчина, и за ним ещё один мужчина. И женщина. Смотрите, тут трио может быть. Тут может три человека планировать магию в вашу сторону. Да, магию, действительно магию, которая поможет забрать ваши деньги. Вы прям мешаете этим людям. Тут двое мужчин и одна женщина. Они не очень... Они прям даже не то, что не очень хорошо к вам относятся, да. Они просто ненавидят за то, что вы имеете деньги. То есть для них это тяжёлый груз. Просто тяжёлый груз. Но это люди из прошлого. Это люди из прошлого. Это люди, которые вас оставили. Перестали общаться из-за зависти, потому что, ну... Таким людям нужно мстеть. Я не буду говорить, ударили, там, подставьте ещё щёку. Я нет. Я работаю жёстко. Люди, которые хотят карабкаться ввысь за ваши блага. Я вижу людей, которые цепляются энергетически к вам, а вы их скидываете, вы их скидываете. А они говорят, что вы неблагодарные. Вы их скидываете, вот, да. Они говорят, что вы неблагодарные. А за что быть благодарной, да? Вопрос ещё такой. Я вижу женщину в красивом платье, пышное платье. Может, кто-то из вас работает в салоне красоты или же в свадебном салоне. У нас же в свадебном салоне, да? Платья продаются. Пышные такие. Ну, бывают ещё и вечерние. Тут кто-то может работать в магазине платьев, кстати, да? Или же люди обсуждают ваш стиль одежды. Тоже имеет место быть. Обсуждение стиля одежды. А вот тут у нас чернота очень большая. То есть я хочу сказать, что меня человек смотрит, который имеет воздействие, кладбищенское чёрное воздействие. Чёрное кладбищенское воздействие присутствует у вас. И вы его имеете, вы его ощущаете. На старом кладбище вам сделали. И люди, которые сделали это, обсуждают, как оно проходит. То есть я вижу картину, что вы, как золотая рыбка, пытаетесь идти вперёд, а враги обсуждают, как ложится на вас магическое воздействие. Возможно, кто-то видит из вас покойных. Покойные тут приходят к вам. И враги как будто знают всё об этом. Смотрите, здесь очень много людей. Кстати, водные стихии меня смотрят. Водные стихии. Здесь очень много людей опять цепляются. Опять к вам цепляются. Когда вы спите, могут даже какие-то энергетические делать крадники. Но давайте вернёмся к сплетням, слухам за вас. Говорят, что вы выплываете, выходите из всех своих тяжёлых ситуаций. Как бы они вас ни окружали, вы просто идёте вверх. Тут ещё вот женщина может меня смотреть, которая либо по танцам, либо танцует, либо может... Да, тут что-то связано с танцами. Может, вы просто, допустим, любите танцевать дома. Ну, это нормально, это, в принципе, да. Возможно, такое имеет место быть. Вы, скорее всего, любите танцевать или же сами ходите на танцы. А может быть, да, как-то... Или же занимаетесь собой, может, шьёте какую-то, да, там, одежду. Вот. Люди обсуждают вас из-за этого. Вот. И им это не нравится. Может, вы по жизни, да, вот весельчак, и вы танцуете, отдыхаете, и всё у вас хорошо. Но людям не хочется, чтобы у вас были счастливые моменты в жизни, и люди об этом говорят, потому что людям просто это не нравится, да. Я вижу такую картину, что людей много, и все они стали вокруг вас, пытаются огородить вам хороший заработок. Людей очень сильно волнует именно то, чем вы занимаетесь, возможно, да, опять же, повторюсь, и им это не нравится. Поэтому будьте бдительны. Сплетни и слухи за вас больше отходят от ваших врагов, которые пытаются на вас нападать. Словесно нападать физически. Может, кто-то и физически хочет на вас напасть, и такое возможно, потому что здесь есть своего рода агрессия, и очень сильная, да, в вашу сторону. Да, то есть, я не скрою, здесь агрессия присутствует. Но нужно быть бдительным. Во-первых, если нету защиты финансовой, во-первых, ее ставить, потому что они говорят о том, что почему ей везет, почему у нее все получается, почему она все может, как это так. Тут большая зависть к вашим деньгам. Опять же, я повторюсь еще неоднократно, и буду повторяться, потому что если я вижу какую-то определенную угрозу, то я буду говорить об этом. Тут могут еще обсуждать ваших питомцев. Может, вы уделяете время, допустим, своим питомцам, если они есть. Ну, говорят, что вы ужасный человек, неблагодарный человек, человек, который много всего хорошего забыл. Ну, это вражины. А тут еще и у нас и бывшие обсуждают вас, которые в жизни сами. Вот прям вы знаете что? Не обижайтесь. Опять же, ну, будут, конечно, такие дамы, которые, да, как бы принимаются близко к сердцу. Опять же, тут прям говорят, что вот какая она неблагодарная свинья. Я прям чертика увидела, прям черта здесь увидела. Настолько человек нечестный, нехороший, говорят за вас. Кстати, на кого-то делают подселенца, беса прям. Прям напускают беса. Я вот прям чертенка увидела, надо сфоткать. Прям чертенок стоит у нас. Чертенок. Кстати, тут может еще быть то, что если вы работали, допустим, пытались сделать определенный ритуал какой-то из черной магии, вы сделали все неправильно. Ваши откупы не принялись. А вы можете, кстати, получить откат очень хороший. Поэтому будьте бдительны. Если вы как-то хотите определенно что-то решить, и вы не понимаете как, лучше, конечно, с практиком решать этот вопрос. Давайте вернемся, конечно, опять. Вот прям вот, смотрите, наслали на вас чертенка, беса. Может, кому-то бесы мерещились. Подавить вашу волю хотят враги. И они обсуждают, ну как легла работа, не легла работа, как она прошла эта работа вообще. Но тут еще много врут за вас. Сами неблагодарные свиньи говорят, что вы неблагодарные. Кстати, еще вас с мужем поссорила его мама. Я еще вижу, что его мама поссорила вас. Потому что вы до сих пор скучаете по своему мужу, но перед вами, а точнее вот между вами, не перед вами, а между вами, правильнее, да, говорить, стоит его мама. То есть, да, вот как будто бы мама вашего бывшего мужа говорит за вас плохо, и она вот испортила вам жизнь. А сама говорит, что испортили вы эту жизнь. Вот, да. Говорят о каких-то ваших дорогах. Говорят, ну вообще много что говорят. Но тут как о дорогах. В дорогах говорят люди. Может, кто-то хочет к вам приехать. Вот, да, вот так вот. Кто-то, может, хочет к вам приехать, да, поговорить с вами. А вообще я вижу люди, которые говорят за вас, да, они как будто, знаете, они как ёжики в тумане. Они ничего не видят. То есть, они сами в мороках сидят. Но делаются на вас работы. Ещё говорят люди за вас. Если бы мы её остановили, она бы такой и не была. То есть, кому-то не нравится то, чем вы занимаетесь. А вот враги прям хотят вас напугать. Враги хотят напугать, но у них это не получится. Но всё-таки крадники, они будут какие-то делать, мороки насылать на вас. Я вижу женщину, которая умерла в красном платье, и она стоит защитой. Это может быть мама ваша. Или же она была похоронена в красном платье, да. Вот. И она стоит за вами. И она наблюдает. Она идёт защитой вам. Ну, тут три попытки магических воздействий было на вас. На финансы, любовь, здоровье. Вот. Это от врагов было, конечно. От врагов, которые хотят вас просто... Ну, вот. Я не знаю, ещё просили вам тут передать, что кого-то в вашей семье убило громом или громом убьёт. Что-то такое. Вы опасаетесь именно грома. Грома. Гроба сказала. А может, и гроба опасаетесь. Потому что здесь есть воздействие магическое. Враги будут делать. Я вижу, что кто-то даже прощения будет у вас просить. Упадёт к вашим ногам и будет просить прощения. Ещё две женщины какие-то тут сидят и говорят, как у неё выпытать. Как у неё выпытать. Как подойти к ней информацию. Как узнать. Человек какой-то грустит за вами. Женщина грустит за вами. Не вижу пока, кто она вам, но как будто грустит. Может, умершая мама. У кого-то мама умерла в загадочной смерти. У кого-то маме помогли уйти в мир Нави. Ну, в мир мёртвых, да, в мир сущности. Значит, ну тут я не буду об этом говорить. Это только общий расклад. Надо ко мне обратиться. Здесь мы не будем обсуждать эту тему. Здесь могли на сексуальную жизнь вам сделать, чтобы вы ни с кем не спали или чтобы рот не продолжался. Да. Тут ещё, знаете, идёт такая информация, что здесь могут говорить о том, что вы причастны к магии и что вы вообще ведёте жизнь неправильно, что вы ходите там по колдуньям, по ведьмам. То есть сами они это делают, но пытаются всё скинуть на вас. Всё пытаются скинуть на вас. Всё пытаются как-то вас очернить. И у многих это получается. Ну, бывший ещё за вас говорит, да. Ну, тут как встречу хочет, планирует, планирует с вами эту встречу, да. Тут могут обсуждать ваше здоровье, могут обсуждать посещение ваших врачей, если вы ходите к ним, да. Но тут и не всегда за вас плохо говорят. Тут кто-то говорит, помнит ваше добро, что вы хорошо отнеслись, а помогли, протянули руку, что вы добрый человек. Здесь помнят добро. Ну, могут говорить, что вы добрая, да, что вы можете помогать. Здесь не только плохо говорят за вас. Тут у нас есть пару-тройку людей, которые относятся к вам хорошо, в принципе, да. Что я вам хочу сказать? Будет ещё очень много дорог. На этих дорогах будут враги, потому что враги хотят сделать вам крадник, всё же, да, чтобы вы именно в деньгах, чтобы у вас вообще денег не было, понимаете? Тут враги хотят сделать так, чтобы у вас вообще денег не было, понимаете? И, скорее всего, они будут это делать, поэтому будьте бдительны. Тут деньги обсуждают ваши, вы их зарабатываете, а им это не нравится. Они хотят, чтобы у вас было пусто. Вообще, в принципе, по всем сферам. Вот такой у нас был расклад. Точнее, расклад на кофейной гуще. Кому нужна моя личная помощь, вы можете обращаться ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp я закрепляю под видео. Я всем желаю добра, всего хорошего, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok